Сматриваться в совместе грамматикализация конверма глагола, речевого глагола, это «вызывать», «говорить», «сказать» на основе данных Национального фронтанского корпуса «Туман-Тель». Речевые глаголы составляют огромный, широко распространенный источник грамматикализации, и они уже объявляются базой для формирования показателей потенциальности и обочинительной связи. Наша данная статья интересует грамматикализация конверта N с семантическим классом глагола-предиката. Это все примеры взяты из корпуса татарского языка «Туман-Тель». И еще нужно отметить то, что в корпусе не снята амминия. Конструкция с конвертами в теплостых языках представляет собой обширный и неоднородный класс образования, которые могут быть с разной семантикой, со степенью различной грамматикализации, лексикализации. В традиционной татарской грамматике конверт называется «дейпричатием». На татарском звучит как «харгинель». И данное докладе приводится только на основе контактных конструкций, то есть когда между конвертом и глаголом нет других слов, и это сделано специально для того, чтобы минимизировать количество ошибок при выдаче данных корпус-менеджера. Распределение конверта в составе конвертной конструкции в татарском корпусе. Ну тут видно, что корпус-менеджер округлил цифры, и мы там все представляем. Распределение наиболее частотных конвертов в составе, контактное сочетание конверт плюс глагол. И тут можно обратить внимание, что существенно опережают другие конверты, именно конверт «дейп» плюс глагол. Даже глагол «дейп» опережает, и этот образован порт вспомогательного глагола «дейп» и из этого уже возникает вопрос, почему «дейп» и глагол «дейп» используется настолько часто. Глагол «дейп» не может управлять существительными, связанными с речью и с речевыми высказами. Тогда это уже будет интерпретироваться как чужая речь, допустим, «честь сенделия» называют капризмом. Морфологический глагол «дейп» имеет все стандарты, фенитные и нефенитные формы, и при этом его отдельные формы используется для ображения отношений, говорящего к высказываниям. Допустим, есть такой, опять же, «дейп», это может обозначать «якобы», и еще есть «дейп», «можно сказать», и некоторые другие формы. И обратим внимание, что, опять же, употребление конверба «дейп» составляет наибольшую часть, даже половину грамматикализации конвербы в литературе. В полкове, в таком словарях татарского языка эти единицы, в том числе и «дейп», они выделены в отдельную словарную статью, то есть они указаны в отделах одной словарной статьи, но из этого уже следует то, что подразумеваются различные употребления, особые случаи употребления глагола «дейп», но, как самостоятельная литература сказала, они не выделены. Грамматикализация конверба «дейп» описана в литературе, так, в татарской грамматике «дейп», называется послевожно союзным словом, и отмечается, что «дейп», как послевок, непременно следует за подчиненным словом и, как союз, не управляет формами подчиненного слова и относит предоточные предложения к главному. Ольга Владимировна Каминова, материальный вишарского диалекта татарского языка, также показывает ангивалентный характер слова «дейп», с одной стороны, он ведет себя как подчинительный союз, и, с другой стороны, поведение слова «дейп» позволяет говорить о нем как отдельные части глагола «дейп», с полной моделью управления. Светлана Юрьевна Толдова и Наталья Владимировна из Тобольска выделяют основные стратегии «грамматикализация глаголов речи», это «грамматикализация глаголов речи» в цитации, «образование подчинительных союзов» и «развитие показательной эвиденциальности». Стратегии гамматикализации разных форм от «дейп». Различные формы от татарского глагола «дейп» показывают развитие всех этих трех стратегий, то есть конвербы могут подвести прямую косвенную речь, обстоятельства и предаточные с обстоятельственным значением. Также производная глагола «дейп» могут маркировать косвенную эвиденциальность. И, например, «гамматикализация глагола «дейп» наиболее распространённых конструкциях с конвергом «дейп». И вот тут мы видим, что первое место у нас занимают глаголы «речи», на этом идут глаголы «интеллектуальные деятельности». И ещё для поглядности данные рисунки тоже показывают, что большую часть уже занимают именно глаголы «речи». Грамматикализация глагола «речи» может происходить следующим образом. Одна из форм определённого речевого глагола начинает регулярно употребляться при передаче чужой речи совместно с другими полнозначным глаголом «речи», утрачивая автономность и превращаясь в показатель цитации. И именно это мы и наблюдаем в татарском языке, когда «дейп» употребляется в другими глаголами «речи». «Дейп» как цитатив. Могут сохраниться признаки цитации. И вот, например, «Аффикс при надежности первому лицу», относившийся к субъекту глагола «речи». Сказал так. Лейтенант приказал развязать руки. Теперь рассмотрим употребление «речи» с вагонами движения и эмоции. Среди этой категории также считается наиболее употребительной и наиболее частотной. При глаголах эмоций «речи» обычно вводит клаузу, подаваемые как именно внутреннюю речь, внутреннюю мысль и обычно раскрывает именно причину этих эмоций. Например, опыт училарства Рады просто испугался, что учителя спросит. Слово «дель» с глагонами «движение» обычно тоже входит в клаузу и тоже объясняет причину или цель этого действия. Но поскольку данная клауза представляет собой внутреннюю речь, разве ограничение того цели или причина может быть не выражена, а лишь, может быть, так интерпретирована. Грамматикализация по вербам «движение» происходит с фонетическим упрощением «движение». Используются редуцированные варианты «движение» в стандартной форме «движение». Можно, допустим, сравнить с другими глаголами. «Кью» — это «надеть», а «конверт ки-е», «ю» — «тронуть», «конверт ки-е». И также тут представлено количество употреблений редуцированной формы «движение». И эти стандартные формы, и, конечно же, редуцированные формы, намного превышают случаи заявления. И уже заключение. Размывание скорного значения конверта сопровождается с нашелением его лексической сочетаемости. Т.е. он может сочетаться с большим числом кровь и уровнем образования. Например, при выражении цели, причины. И также нужно сказать, что в процессе грамотных организаций это должна стать и настоящий момент. Но, может быть, такое затруднение, когда сложно различить статифаты или отключительный союз. Хотя будут быть некоторые формальные риски в виде переводности глагола или структуры зависимых клаузов или, по-моему, подобные. Ну, так что, это еще требует дальнейшего выражения. Спасибо за внимание.